Если мы говорим о том, что сегодня НАТО впрямую воюет, если разговоры про дальнобойные ракеты, это первый удар будет сюда. Алка-дегенерал и, по совместительству, депутант Госдуры Гурулёв выступил в роли деда Ванги. Говорит, что если воевать с НАТО, то ракета прилетит в студию Соловьёва. В том числе вот сюда. Вот в эту студию. Будут целиться. Говорит, просто долетит, не долетит. Но я вам как военно могу сказать, что всё-таки вот даже при многое шалодирование, 7 ПО, 100% не бывает. Может быть 99. И из 100 одна прилетит за разом. Представляете, кошмар. Хочу обратить внимание господ Белоусова и Герасимова. Наведите, наконец, порядок в учёте личного состава. А это зиганутый воин-орк Калашников посмел проявить неуважительный тон в адрес министра обороны и главы генштаба РФ. Нивы за свой счёт, вот сейчас у Юры Ткачёва говорят, нельзя ли помочь, попросили тёплым бельём, тёплыми носками, холода наступает. Мы спросили, а где начальник тыла? Вот так вот наблюдается. Они так горько усмехнушко сказали, в тылу. И особую историю, мы живём. Один из ребят, он с Донбасса, он воевал в Донбассе, его прикомандировали сюда. Так вот, бардак такой, что он там попал в самовольно остающиеся части, в Сочи. И это его требует туда. Если он отсюда уедет, он здесь станет самовольно остающимся, вот тем самым Сочём. Ну, понимаете, какой беспорядок творится на этой войне. Так ведь можно и совершенно случайно попасть в авто или авиакатастрофу. Стримаусов и Пригожин не дадут соврать, не так ли? Так что, ещё раз говорю, господа Герасимов и Галаусов, вот с этим надо кончать, с этим бардаком. Не-не, это сейчас невозможно. В Краснодарском крае судья избил местную жительницу. Судью зовут Андрей Дашевский. Женщина попросила его перепарковать машину, которая загораживала ей выезд. На что он грубо ответил, что ему похрену, извините. Когда женщина начала сигналить, он ударил её по лицу. Всё это случилось в Усть-Лобинске. Усть-Лобинск славится тем, что это родина олигарха Олега Дерипаски. Суды он там тоже контролирует, разумеется. Полицейские потребовали удалить видео, так как напавший федеральный судья и уважаемый человек. В Крыму директора сафари-парка загрызли львы. Леокадия Перевалова работала в парке 18 лет, но в этот раз забыла закрыть дверь в вольере для уборки. Львы проникли и напали на неё. Женщина погибла. В парке заявили, что усыплять львов не будут, так как причиной трагедии стал человеческий фактор. В Минтрансе рассказали о дефиците самолётов. Министерство ведёт переговоры с дружественными странами, в том числе Казахстаном, о возможности работать внутри России. Раньше иностранным компаниям нельзя было совершать внутренние рейсы, но теперь, видимо, разрешат. Санкции идут на пользу, говорили чиновники в начале войны. Санкции, ограничения, невозможность расчёта в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов, санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Вот я такой крутой. Белый дом объявил о новой военной помощи США, Украине на 425 миллионов долларов. В новый пакет входят дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса воздух-земля и бронетехника. Власти КНДР приняли меры для полного физического разрыва железнодорожного и транспортного сообщения с Южной Кореей. Были подорваны железные и автомобильные дороги. Принятые меры власти Северной Кореи объяснили тем, что Конституция страны признаёт Южную Корею абсолютно враждебным государством. В Минобороны КНДР заявили, что в дальнейшем планируется принять меры по превращению заблокированной южной границы в вечную крепость. На самом деле, ей никто не пользовался этой границей, дорогами, поэтому это всё символические шаги. В Москве арестовали вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко. По какой статье обвиняется, неизвестно. Известно, что Петроченко отвечал за безопасность, госзакупки и работу мировых судей. Буквально месяц назад Путин наградил его медалью за заслуги перед Отечеством, а через несколько дней его уволили. В прошлом году за коррупцию арестовали двух коллег – Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Так что очевидно, что и у Петроченко обвинение в коррупционных статьях. В Иркутской области, в селе Урик, жители до сих пор живут без электричества. Летом они даже выходили на митинг с требованием подключить электроэнергию, которую они уже оплатили. Пришла осень, наступили холода, тепла и света. В домах всё ещё нет. Голодные, голодные, без свет. Не будут работать в госпитале, а больше х*** будет дохать на операционных столах. На жалобы недовольных людей начальник управления энергетики и газификации отреагировал в духе типичных бесполезных чиновников. Обвинил их в беспечности и предложил пользоваться другими источниками энергии. Лети, думайте, пожалуйста, про резервные источники, либо генераторы здесь, ну, уже жизнь заставила, да, начинают покупать. Без печи жить – это термин такой беспечности. 21 век на дворе, а некоторые районы до сих пор без электричества и газа. И это в богатейшей на природные ресурсы стране. Стыд и срам. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замёрзнуть, и сгнить. Ещё немножко, и мы эту электрификацию Украины проведём в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не учиться. Победим Украину. Осталась неделька. Всё. В Тверской области, чтобы отговорить женщин от абортов, будут выдавать письмо от митрополита. Письма будут вручать прямо в женских консультациях. В письме говорится о том, что церковь, бог и общество поддержат рожениц и окажут им помощь. Правда, какой именно, не уточняется. Оплатят счета за коммуналку, купят подгузники, коляску. Нет, но в РПЦ уверены, что дал бог зайку, даст и лужайку, как говорится. Всё идёт по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику.